Казахстанские выпускники и родители оказались в подвешенном состоянии. До сих пор не определена дата пересдачи единого национального тестирования. Формально она назначена на конец августа. Вот только официально об этом нигде не заявили. Депутаты Мажелиса направили запрос в Минобразование. Говорили мажелесмены и о том, что казахстанские выпускники стали чаще выезжать за рубеж без сдачи ЕНТ. Причина проста. Она кроется в том, что в других странах выпускников начинают принимать в вузы уже в начале учебного года. Абитуриенты поступают в университеты Китая, Латвии, Чехии, Венгрии, Украины и другие. В некоторых вузах России лучших учеников начали приглашать на обучение с начала года. По этой причине тысячи детей покидают Казахстан до ЕНТ. Мажелесмены всерьёз обеспокоены и половой неприкосновенностью несовершеннолетних в стране. За последние пять лет в Казахстане зарегистрировано почти 4000 преступлений сексуального характера в отношении детей. И с каждым годом их становится всё больше. По сравнению с показателями пятилетней давности, в прошлом году количество уголовных преступлений увеличилось и продолжает расти. В 2016 году зарегистрировано 851 преступлений сексуального характера в отношении детей. В 2017 году – 678, в 2018 – 739, в 2019 – 793, в 2020 – 832. Из них изнасилование – 48. Насильственные действия сексуального характера – 672. Половой акт или иные действия сексуального характера с несовершеннолетними – 1808. Развращение малолетних – 665 фактов. Можилисмен поднял вопрос о массовом освобождении педофилов из мест заключения в Казахстане. Бакатбек смогул, выразил недоверие к качеству работы системы пробации и задался вопросом – существуют ли специальные программы реабилитации осуждённых и какие методы воспитательной и идеологической работы среди них используют. Действительно ли, выйдя на свободу, педофилы вновь не возьмутся за старое? Субтитры создавал DimaTorzok